здравствуйте дорогие товарищи как я рад вас видеть надеюсь что меня тоже рады видеть примерно так же как я вас не вижу ну так так получилось так это это двадцать первый какой двадцать первый век сейчас но в общем короче говоря технические новства и все такое мониторы экраны мне старикой совершенно непонятно я вообще не знаю что это такое я благодарю вас за то что вы материально поддерживаете канал за то что вы пишете комментарии я их читаю с огромным удовольствием это дело полезное и в первую очередь она полезна для вас потому что вы иногда просите показать ту или иную пластинку и бац вдруг случайно она у меня оказывается либо на даче как вот сейчас здесь либо в городской моей квартире там очень много здесь гораздо меньше ну радость я испытываю невероятную иногда чтение комментариев иногда нет хотя в общем к разного рода сентенциям касательно так называемого классического рока золотого века или чего-то такого еще я уж привел их давно несколько десятков лет назад ну когда начинал слушать новую волну и вообще как-то так придерживаться позиции быть адекватном времени в котором я нахожусь каждый конкретный момент но и вдруг радость моя прямо меня расперло однажды когда прочитал комментарии с просьбой а давайте поговорим о группе претендерс вот уж я чего не ожидал честно говоря года два я уже вот этим занимаюсь до общением через современные приспособления или электро электрические электрические да какие же еще и привык уже ко всему и там про против показать пластинка и сидись и как будто их никто не видел никогда в жизни про что-то вот такое подобное про скорпион с какие-то разговоры в общем про про то что меня вообще не интересует никогда не интересовало и я даже забыл что такие какие-то группы существуют на свете и вдруг человек пишет давайте про претендерс поговорим ба я вот так просто кайф кайф надо же надо же еще есть на свете люди в нашей стране я не буду говорить про другие страны потому что претендерс ну знают я думаю что условно говоря все условно говоря те кто вообще интересуется рок-музыкой эту группу знают просто в силу того что она все время звучит на радио но не все время так периодически звучит и выпускает альбомы до сих пор и по моему это последняя пластинка в 2023 году она вышла во всяком случае ничего другого я не видел и не читал про то что появилось что-то новое у претендерс но вот это альбом который называется релинтс 2023 год опять-таки последний альбом претендерс у него отличные отзывы критические очень много про него написано и конечно он в интернете присутствует на разных платформах на радио звучит и из этого я делаю вывод что во всем мире общем эту группу знают в россии знают тоже но не все так же как и секс пистол знают не все в россии также как но не все знают да все слышали это название но музыку слышал далеко не каждый я вас уверяю ну а про что-то другое из так называемой новой волны из панк рока из вообще музыки живенькой живой такой интересные вообще тоска дело тут я прочитал в комментарии в одном что xtc это какая-то вялая попса ну вот и вам и ответ да про претендерс про все остальное ну так вот претендерс крисси хайнд солистка и главное действующее лицо этого замечательного коллектива вот она в красной курточки здесь стоит это первый альбом который вышел в 1979 году да у меня есть еще несколько пластинка они дома лежат я взял просто на дачу послушать первый и последний два вот этих альбома замечательных претендерс с одной стороны это полноценная группа с другой стороны это конечно крисси хайнд и музыканты хотя ну невозможно так определять это эту команду потому что когда играет группа сопровождения с артистом это всегда слышно это всегда слышно например там возьмите джо кокера да всегда слышно что это не бэнд а группа сопровождения вот я не знаю как это как это определить но на слух это это понятно вот сзади стоит оркестр а впереди стоит певец здесь совершенно другая ситуация здесь полноценный звук бэнда и аранжировки сделаны совместно и все сделано совместно и коммуникации взаимодействия вот это вот это вот вот эти невидимые нити которые связывают музыкантов они здесь все присутствуют все это слышно что каждый альбом претендерс несмотря на то что музыканты там менялись но не сразу перемены начались там первые два альбома группа записала а потом гитарист и басист исчезли из мира этого из-за увлечения разными нехорошими препаратами и пошли перемены пошли перемены перемены на несколько лет группа получала стабильный состав потом опять все менялось и оставалась одна крисе хайнд что очень важно потому что она замечательно играет во первых на гитаре во вторых она замечательно поет где-то тут вот фотографии где она с гитарой но тут увидите да где-то она тут с гитарой вот она тут есть это первый альбом во вторых замечательно поет в третьих прекрасно сочиняет песни я не буду говорить про тексты и музыку не буду потому что песня это не текст положены на музыку и не музыка написаны под песню есть уникальные примеры такого рода например элтон джон и берни таппин когда музыка пишется под написанный текст уже но это исключение из правил вообще песня это не стихи с музыкой и не музыка со стихами это отдельное совершенно явление природы явление искусства вид искусства такой но об этом долго можно говорить и нельзя никогда текста от отделять от музыки нельзя его чину то есть можно все можно делать господи ничего не нельзя но просто читать его на бумаге это дело такое довольно бессмысленное потому что песня существует вместе слова и музыкальный звук они существуют вместе по отдельности они не живут вообще нижней стали не жизнеспособны так вот pretenders знаковая группа так называемой новой волны опять-таки критиками придумано это определение новая волна бог с ним пускай будет новая волна и новая волна конечно то что это гитара хотя очень много разных групп в новой волне очень много совершенно по-разному играющих но тем не менее это чуть-чуть где-то как-то каким-то боком задом спиной близко к панк-року чуть-чуть где-то приближается да поэтому если вы хотите понять что такое pretenders послушайте последнюю песню с последнего альбома pretenders i think about you daily называется она и написана она крисси хайнд вместе с джонни гринвудом из группы radio hat если кто не знает да ну написана она конечно крисси хайнд а оркестровку симфонического оркестра делать джонни гринвуд и это так все вместе слилось что получился и не радио хэд и не первый альбом pretenders и вот если вы послушайте если вы начнете знакомство с песни а think about you daily вы никогда не поймете что за группа pretenders потому что это настолько красивая медленная шестиминутная даже не скажу песня а пьеса с невероятной игрой оркестр симфонического с так такой с такими волнами океана которые на нас накатывают откатывают и ты вместе с ними откатываешься и куда-то плывешь и никуда не приплываешь что самое важное а плывешь вечно и небо и звезды и облака и солнце и луна одновременно и этот океан и вот вместе с джонни гринвудом и оркестром и голосом крисе хайн замечательным это полный кайф но pretenders это совершенно другая музыка и если начинать с первого альбома 79 год шикарная пластинка просто продюсировал ее крис томас который принимал участие в записи белого альбома битлз да прокл харум и много много еще чего элтона джона и куча это продюсер просто высочайшего уровня крис томас на белом альбоме кстати играл еще на мелатроне на клавишах песни happiness is a bomb gun если мне память не изменяет и кое-где еще bungalow билл по моему вот сначала собирался продюсировать у никлоу никлоу один из основателей компании стив рекордс которая занималась панк роком и веселой хорошей музыкой но он был не главным он был одним из во всяком случае 1 1 релиз стив рекордс это был сингл никлоу никлоу замечательный продюсер но он отказался от претендерс потому что не видел перспективы в этой группе записал с ними одну песню единственную это песня stop you so then последняя на первой стороне очень бодрая очень крутая очень оптимистичная но после этого никлоу ушел пришел крис томас который сделал такую гитарную палитру здесь такой гитарный звук то на мой взгляд если говорить о не а хард-роки там не не о гитарных героях вот этих вот там black mark и всех остальных если говорить о новой волне это наверное одна из лучших гитарных групп которые до сих пор звучит абсолютно современно даже этот альбом если слушаешь 79 год здесь на первых здесь есть инструментар инструментар инструментал что что странно для такой такого бодрика space space invader инструментал сыгранный на телекастере на гипсоне на бас-гитаре ударных просто жесткий жестокий и очень неожиданный крисе хайт не поет естественно здесь инструментальная пьеса и такие песни как space invader это был да как the weight это просто но это настолько современная гитарная музыка это современная гитарная музыка жесткая агрессивная в хорошем темпе спета замечательно крисе хайнд и и просто удивляешься что и 79 год и весь альбом такой он просто тащит за собой и не веришь что это оттуда что это прошлый век какой-то это полный кайф самого начала precious первая вещь где гитары улетают как постарался крис томас тут конечно гитара улетают понятно что это флэнджеры там все все эти вот это все но этого мне хоквинд это это быстрый ракешник кайфовый и хайнд поет здесь почему на первой стороне она поет почти речитативно почти речитативно но очень хороший тембр у нее такой сухой такой серьезный жесткий тембр почти почти разговаривает с нами но в тональности все выдержанно все здорово все очень круто и очень интимно the phone calls вторая песня phone call там просто как бы телефонный разговор крисе хайнд с музыкой с такой около панк это все около панк очень здорово обденек уже лирика пошла уже мы понимаем что это девушка поет не отвязанная какая-то барышня из панковского клуба только что вырвавшись вся разорванная и окровавленная и пьяная вот а обденек уже нет то тут love boys по музыке очень интересная вещь с ритмом странным довольно не очень простым так бы я сказал в общем все все прекрасно brass and pocket на второй стороне private life замечательная песня love today of today кит произведение которое начинается с гитары похожий на группу shadows очень интересно очень здорово ну а вот этот альбом последний он вырубает сразу просто losing my sense of taste первая вещь она просто вырубает таким гитарным навалом указалось и здесь крис томас постарался 79 году но это все-таки 2023 и здесь они так врубили чтобы мама дорогая мама не горюй никогда не скажешь что это вот нежная девушка такая играет на телекайстере здесь но правда здесь гитарист джеймс волборн с которым она сочинила весь альбом практически ну за исключением последней песни с джонни гринвудом тут такое рубал во в бруклине я извиняюсь конечно что ух да да группа кстати говоря английская англо-американская то есть девушка сама крисси хайнт американка она приехала в лондон и в лондоне уже была образована группа the pretenders ну вот эта волосинка она не хуже 1 я сразу могу сказать если кто-то любит жесткую новую волну которая звучала в семьдесят девятом и благополучно переползла перелетела в две тысячи двадцать четвертый 23 то есть здесь 23 но в 24 пластинка звучит повсюду все равно так что я очень советую здесь есть и баллады и песни с фортепиано и с акустической гитарой и ровно пополам жесткого рубалова гитарного с современным звуком вот таким все пошел пить пока